Так, вопрос. Ситуация в мире, как она будет развиваться в течение года, что нас ожидает в целом в мире, как все будет происходить, как будут происходить те перемены, которые к нам пришли, что и как будет меняться, к чему мы придем в итоге в конце года. Делаем текущий год до, соответственно, 2021 года. Так, что мы имеем? Ну, есть и взлеты, и падения. Ну, вот что я вижу, мне не нравится здесь сразу, что мне не нравится, это что как бы цикл закрыт негативными картами. То есть, прошлое мы, можно сказать, пережили уже самое страшное, пережили. Это крах в прошлом уже лежит. Но мне не нравится, что замкнулась девятка мячей итог. Внутри как бы разные моменты есть. Посмотрим, во что это откроется. Еще и повешено. Ну, значит, этим годом не ограничится некое состояние кризиса. В общем, мне не нравится, что вот сверху как бы вот это негативное влияние идет свыше. Вот, но несмотря на это, есть очень даже позитивные моменты в том числе. И можно сказать, что как граничит добро со злом одновременно. То есть, от негативных моментов до позитивных. То есть, будет народ колбасить. То есть, то все будут в крахе, там, в депрессии, в безвыходном положении, в конфликтах. То есть, вот эти вот четыре карты. Это крах, это паш мячей, который дает конфликты. То есть, люди будут конфликтовать, ссорятся, ругаться. Это состояние депрессии под конец года может людей накрывать. И состояние тупика, что люди не знают, как им выбраться из этого состояния. Но как бы просвет там дальше есть, об этом чуть позже. Вот, а в целом текущее состояние сейчас на момент настоящего – это ожидание. То есть, пока еще эта проблема не дозрела до логического какого-то своего завершения или перехода. То есть, это состояние вызревания, состояние как бы оттягивания момента. Ну, в общем-то, то, что сейчас и происходит как раз. То есть, пока непонятно, пришло ли время куда-то двигаться вперед или не пришло, или надо еще подождать. То есть, вот это вот карантинное, можно сказать, состояние. То ли нам надо выходить из этого заточения, то ли не надо. То есть, пока не ясно. То есть, вот это вот состояние такое пограничное. То есть, это ожидание. То есть, пока мы еще ждем на текущий момент. Но, в принципе, мне нравится переход в будущее позитивный в плане того, что это ожидание, оно ему, ну, вот этому моменту некого зависания сейчас, вызревания вот этой вот проблемы, как бы она еще не дозрела. То есть, еще будет что-то, да. Да, эта карта говорит, что на текущий момент еще не это не конец, да, текущего состояния. И тут надо уметь, как бы в помощь королева кубков, в помощь как раз выхода из этого состояния, зависания некого, незрелости. Это умение, как бы быть и в сознании, и в подсознании. То есть, это интуитивная карта. Это значит, что надо, чтобы выйти из этого зависания, надо слушать свою интуицию прежде всего. То есть, это самый верный путь. Путь выхода — это слушать свою интуицию, прислушиваться к тому, что внутри куда-то там тебя ведет. Вот, а ведет как раз-таки к победе это все перетекает. То есть, вот эта вот интуиция, она будет выводить в состояние победителя, то есть победителя победы над проблемой, соответственно. То есть, мы движемся вперед к победе. Вот. Ну, то, что можно сказать на душе, в сердце ситуации. Тут, значит, что, ну, можно сказать, как совет, да? Сверху давят негатив различного рода, вмешательства. А в сердце все позитивно. Это проявление силы воли, активность должна быть. Это огонь действия. То есть, это не сидеть сложа руки, как раз-таки, а это действовать достаточно активно надо. И достаточно позитивно. То есть, можно сказать, вот этот огонь души свой активизировать. И вот это вот пламя души, как бы вот эту вот некую свою внутреннюю энергию и силу духа, силу воли, как-то, кстати, силы воли проявлять. То есть, это достаточно активная жизненная позиция должна быть у людей. И включать силу воли, включать силу духа, быть активными, позитивными, зажигать, как бы, людей изнутри себя, да? В противовес, как бы, вот этому, тому, что сверху накрывает, а это всякие сплетни, информационный мусор, скажу так, вот одним словом, это назовём информационный мусор. То есть, это сплетни разного рода массово, да? То есть, ну, мы движемся к победе, тут всё прекрасно, да? Несмотря на то, что я начала с плохого, что мне не понравилось. Значит, мы в этой всей картине находимся как отшельник. То есть, каждый должен устремиться, ну, во-первых, это путь одиночки, да? То есть, каждый должен углубиться вглубь себя с целью познания истины. То есть, обратиться к истоку, к сути, начать познавать суть и смысл вообще происходящего, куда мы идём, зачем, почему, куда это всё движется, да? Не проблема, а мы сами внутри себя, к чему мы идём, к чему мы устремляемся. То есть, это время уединиться и задуматься, устремиться к некому внутреннему духовному поиску, к истине, к познанию. К какой-то ясности, к некой внутренней тайне. Вот, учитывая то, что тут ещё включается интуиция, да, вот они вместе могут очень хорошо работать. То есть, могут всплывать какие-то инсайты из подсознания, что вот куда идти, что делать. То есть, интуитивно люди могут чувствовать, куда им двигаться. То есть, есть такая помощь в этом пути. Внешний мир, что происходит, ну, можно сказать, извне, что ещё не, ну, как бы, то, как и где это происходит, и всё вокруг. это должен быть, можно сказать, холодный прагматизм ещё с такой женской стороны королева мечей. То есть, включать голову, но по-умному включать голову. То есть, не вот так вот хаотично, как сверху, да, вот сплетни разносить, а включать голову по-умному. Ну, то есть, это вот такой вот женский ум. Когда, как вот бизнес-леди, например, есть, когда, можно сказать, женская рука, да, но при этом достаточно прагматично, то есть, это может быть, может касаться каких-нибудь, например, законов, то есть, но они должны быть, ну, можно сказать, структурированные, но сейчас я даже, уточню, ещё карту сюда возьму, то есть, вот, хочется какой-то конкретики, в какую сторону. А, ну, неплохо. Даже хорошо. То есть, должен быть некий вот порядок в плане, может быть, законов каких-то, формирования. Но и тут, опять же, помощь, можно сказать, свыше приходит в виде шестёрки кубков. То есть, это как некое, может дать озарение к тому, чтобы вот эти вот, либо какие-то законы, либо что-то в этом вопросе наводилось, приводилось в порядок. Может быть, помощь свыше в виде неких озарений и лёгкости даже выносить какие-то изменения. То есть, эти вот законы какие-то, или какие-то, может быть, там, разрешения ситуации, они могут, в принципе, легко с помощью свыше как бы проходить, как некие озарения, да, к людям могут снисходить на то, чтобы как-то что-то поменять, например. Это тоже очень хорошо. Ну, в принципе, всё позитивно. Я говорю, что мне не нравится вот начало и конец этого года. И ещё одна отличная карта — это туз кубков. Это надежда и опасения. Всё-таки народ будет перевариваться в надежду больше. То есть, слышать как раз-таки зов духа своего. То есть, высшая воля наша, наша сила духа победит. Потому что голос всё-таки некий внутренний, да, мы будем слышать, и нас всё это ведёт к победе. И это очень супер, потому что, собственно, к этому мы идём. К этому устремляется наш поиск отшельника. Он идёт, и как бы через некие озарения, может, и через победу, и через слышание и слушание своей интуиции, может раскрыться нам нечто большее. А это даёт ещё и жизнь полная чаша. То есть, мы как бы придём, можно сказать, к тому, к чему мы идём. То есть, к некому внутреннему озарению. То есть, оно будет раскрыто. Ну, за исключением некого вот внешнего слоя. То есть, вот кто в этом внешнем слое будет болтаться, вот он краем как бы, да, идёт. Причём очень хорошо, кстати, что не закрыто. Это полукруг только. Даже меньше половины круга. То есть, скажем так, 40% населения могут поддаваться негативному влиянию. Но 60% и даже больше. И 60%... Я говорю сейчас только про внешний круг. И 60% будет поддаваться позитивному влиянию. А суть, она как бы тоже к победе движется. Поэтому, ну, можно сказать, что это ещё меньше. То есть, какой-то некий внешний фактор, кто будет пребывать в нём, вот этого негативного влияния, тот, ну, того вот будет вот так вот колбасить, да. А остальные всё равно, большинство, вот эта вот большая часть, большая масса мира, она движется в правильном направлении. Это победа, это устремление к познанию внутреннему, да, к истоку. И жизнь полная чаша в единении с Духом Святым. Как бы с пробуждением, с пробуждённым Духом, Душой. И всё прекрасно. Ну, вот опять же тут под конец года вот это негативное влияние, про которое вначале я сказала. То есть, это может опять на людей накрыть под конец года вот эта вот депрессия, какой-то непережитый опыт прошлого, да. И опять же не состояние, что как будто бы нет выхода, в тупик зашли. Но выход есть, и выход в голове государства, главы государства. как бы можно сказать, что главы государств могут прикладывать большую, значительную долю к спасению в целом ситуации. Дальше смотрю. Есть, как бы, тоже колебания всё равно разного рода. Колебания разного рода таковы. Сейчас расскажу. То есть сначала будет трудно в плане финансов. То есть это может быть кризис финансовый. Но тут нельзя замыкаться на этом, не утыкаться в проблему, что нет денег, ибо всё равно позитив это нам несёт. То есть не замыкаться на материальных каких-то трудностях, которые, казалось бы, есть и будут. Но за этими трудностями стоит нечто большее, а это, опять же, как бы пробуждение души, исплочённость. Это говорит о том, что люди должны будут объединяться, и это вообще быть на пике эмоционального подъёма десятка кубков. То есть это можно сказать, как некое, вот шли-шли и дошли, встали на вершину горы, где вот пик прямо эмоционального счастья находится, несмотря на финансовый какой-то минус. И плюс ко всему ещё звезда надежды. То есть душой люди будут пробуждены и открыты, очищены, пребывать как бы во внутреннем состоянии счастья, несмотря на то, что могут быть какие-то финансовые, допустим, или материальные трудности. То есть дух укрепляется, пробуждается, финансовая, материальная сторона как бы падает. Ну то есть нужно будет какое-то время вот на материальный мир ещё потратить. Но звезда надежды, путеводная звезда говорит о том, что надежда есть, нас ведут, нам помогают высшие силы, и как бы всё прекрасно. То есть в целом, если говорить, что сейчас ещё ситуация не дозрела до какого-то финала, всё будет в итоге позитивно для тех, кто выбирает такой путь. Ну то есть его выбирает большинство мира. Для тех, кто выбирает как бы быть в негативе, для них тоже есть своя отдельная линия. Ну и они будут болтаться в сплетнях, в депрессии, в безвыходности. Ну и спросим, что же им поможет тогда уж выйти из этого. Объединение с другими людьми, которые уже вот здесь вот. То есть им надо общаться и налаживать связи с людьми, которые вышли из этого состояния, которые познали радость бытия. И им через вот это вот такое дружественное общение они могут тоже выйти. То есть это им как бы спасение их в этом. Спрошу про прошлое. Значит по поводу краха. Просто дополнительно пусть это будет причина краха. Ну ничего тут такого страшного нет. То есть причина краха она на самом деле это просто должно зародиться новый этап жизни. Поэтому то есть это завершение цикла просто напросто. Один цикл завершился, другой родился. Завершился старый, унес с собой негативную карму, унес с собой все негативное плохое, новый родился, цикл туз жезлов. Это огонь, это новая искра, из которой может выстраиваться дальше новый мир, а перед этим мы помним, что у нас выпало. Это выпала тройка жезлов как раз таки. То есть что мы уже будем на этом пути. А это путь, который выстраивается под ногами идущего. То есть кто-то не дошел, кто-то дошел, но в целом это как бы движение вперед, путь открыт, движение в будущее есть и есть рождение нового цикла. Вот и все. Значит, если в целом говорить про год, очень много воды, кубков, в общем-то, маловато земли, много воды, а это значит, что духовное пробуждение неизбежно, причем вода сильная. То есть это все, что связано с душой, с эмоциями, с чувствами. Позитивная вода говорит о том, что пробуждение будет неизбежно, оно будет сильным, оно будет на пике, и это очень хорошо. И еще оно извне тоже помогает, то есть это как бы какая-то поддержка извне все время есть. Плюс победитель есть, плюс есть надежда, плюс есть отшельник, который к духовному тоже устремляется, плюс есть активность нашей силы, воли и всего вот этого устремления к победе еще и на душе, что тоже очень прекрасно. то есть все нормально.